Плавно переходим к тому, что случилось в Шуше. Это второе важнейшее событие после встречи Путина и Байдена, а в Шуше президенты Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию. Они приехали в город Шуша, который был освобожден в ходе войны прошлого года, который азербайджанцы совершенно справедливо, на мой взгляд, считают отечественной войной за освобождение своих территорий. И там была подписана Шушинская декларация. Основные пункты Шушинской декларации, сейчас я найду и вам их зачитаю. Это очень, на мой взгляд, важные пункты, это очень важный документ. Она, собственно, говорит о том, что... Так, сейчас вот у меня тут есть телеграм-канал. Вот. Согласно Шушинской декларации, сообщает Интерфакс Азербайджан, обе стороны намерены предпринимать совместные усилия по переформированию и модернизации вооруженных сил соответственно современным требованиям. То есть это что значит? Что Россия потеряла Азербайджан полностью, занимая долгие годы позицию, которая интерпретировалась многим в Азербайджане как проармянская позиция. И сегодня, согласно договору прямому между Азербайджаном и Турцией, это уже делалось. Это Гейдар Алиев начал, когда он понял, что Россия безоговорочно поддерживает армянскую сторону в ее оккупации азербайджанских территорий, оккупации Карабаха. Как мы видим в уничтожении азербайджанского культурного наследия на территории Карабаха, это вот мы видим Эрдоган со своей достойной супругой, а Ильхам Алиев со своей достойной супругой, вице-президентом Мехриман Алиевой тоже. Это вот в Шуше. Сейчас мы потом еще очень смешные моменты обсудим. Второе, значит, то есть совместно вооруженные силы, это очень серьезная позиция. Я считаю, что это большое упущение России, то, что Россия довела ситуацию до военного разрешения конфликта, а не до мирного разрешения и позволила таким образом турецкому военному присутствию осуществляться в Азербайджане на совершенно законных основах межгосударственного соглашения. Ну ладно, ошибка, ошибка не фатальная, а ошибка, потому что Турция нам государство не враждебное, как Азербайджан, естественно. Я всячески выступаю за то, чтобы Россия крепила, в том числе и военное сотрудничество с Турцией, военное сотрудничество с Азербайджаном. Выступает ли за это Джо Байден? Я уверен, что Джо Байден за это не выступает ни в коем случае, поскольку одно из требований Эрдогана – прекратить развивать независимую систему вооружений Турции, в частности, отказаться от закупок С-400 и других систем российского вооружения, которые турецкая республика закупает. Проводить совместные действия в случае угрозы или агрессии, говорит второй пункт Шушинской декларации, стран третьих государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности, безопасности международных признаков с любой из сторон. То есть в том случае, если вдруг армянские силы решат завязать, развязать войну, как они говорят, за освобождение Карабаха или Арцаха, как они называют, то турецкая республика может просто вступить в эту войну. Это серьезное очень заявление. Недаром эта встреча приурочена к встрече Путина и Байдена. Они знают, Алиев и Эрдоган, что обсуждалось в Женеве. А они точно обсуждались. Обсуждалось и карабахский вопрос, и турецкий вопрос, и армянский вопрос. Я вас уверяю, что именно поэтому такого вопроса Путину не было задано, что это обсуждалось. Самое важное как раз на пресс-конференцию не выносится. На пресс-конференцию, как правило, выносится то, чтобы отвлечь внимание всех остальных. Делиться технологиями в сфере воздушно-космической и морской индустрии. Шушинская декларация. Выверите, пожалуйста, ее на большой экран. Сейчас я ее скину в общий чат. Посмотрите, пожалуйста. Осуществлять взаимную координацию деятельности по региональным международным стратегическим вопросам, стоящим общий интерес. Сотрудничать в области оборонной промышленности. Ну, мои поздравления. Сотрудничать в вопросе открытия Зангизурского коридора, соединяющего Азербайджан и Турцию. По поводу Зангизурского коридора президент Эрдоган сказал конкретно. Говорит, армяне, почему вы, говорит, сопротивляетесь Зангизурскому коридору? Он же позволит вам сесть на поезд и приехать в Москву, если вы хотите приехать в Москву. Он же изменит вообще отношения между государствами в регионе. Он же выгоден армянскому народу за Зангизурский коридор. Как выгоден армянскому народу мирное соглашение. Укреплять стабильность и безопасность в Кавказском регионе, восстановить экономические транспортные связи, а также нормализовать отношения между государствами и регионами, обеспечивающий многосрочный мир. Это уже просто прямое обращение к Армении. Организовать скоординированную деятельность силовых управленческих структур вооруженных сил. Крайне важно. То есть будет координационная деятельность штабов. Проводить регулярные совместные заседания Совета безопасности обеих стран по вопросам национальной безопасности. Обсуждать на этих заседаниях вопрос региональной международной безопасности, затрагивающий национальные интересы. Это, конечно, ответ на то, что обсуждали Байден и Путин в Женеве. Это результат, могу сказать, этот союз, прямой военно-политический союз между Турцией и Азербайджаном, прямой результат действий в России проармянского лобби, в том числе высших политических институтов, которые много лет говорили об одном только союзнике России на Кавказе, об Армении. А богатый, потенциально настроенный к России Азербайджан, который мог стать мостом между Турцией и Россией, всегда интерпретировали во враждебных каких-то формулах. Мы прекрасно знаем, кто всегда боролся за сотрудничество России с Азербайджаном. Сергей Марков, Александр Проханов, Игорь Короченко, Александр Дугин. Мы были всегда, я выступал за это, мы всегда были в меньшинстве. Нас начинали травить и шельмовать, армянское лобби начинало шельмовать, травить. И вот результат, мы видим, есть в Армении и разумные люди. Первый президент Армении Левон Тер Петросян в интервью общественному телевидению о Армении прокомментировал заявление экс-президента Роберта Кочаряна, который назывался много раз другом Путина о возвращении Гадрута и Шуши. Тер Петросян разумный человек, про него Гейдар Алиф еще говорил, как разумного человека из старой школы. Это может привести к проблемам. Сейчас там азербайджанские войска подобные. Кочарян обещает новую войну. Кто заставит Азербайджан уйти? Весь мир считает Карабах частью Азербайджана. Становились часть, никто не осудил Азербайджан. Таков закон этого мира. Нас заставят согласиться с тем, чтобы Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. От нас уже ничего не зависит. Древняя мудрость армянского народа, клянусь вам, в словах Ливона Тер Петросяна. Вот пока есть в Армении разумные люди среди армян, я верю, что всего можно добиться нормально. Ну не принимайте подписание договора с Азербайджаном, продолжил Ливон Тер Петросян. Нас заставят его принять. Потому что таковы мировые законы и принципы ООН. Территория и целостность стран лежат в основе этих принципов. Сверхдержавы могут себе позволить нарушить эти принципы. Маленькие страны нет. А главное, после Шушинской декларации уже нельзя. Но на фоне вот таких разумных заявлений, мы одновременно читаем заявление МИД о Армении по поводу Шушинской декларации. И просто диву даешься. Я вам просто прочитаю первые строчки заявлений Министерства иностранных дел Армении. Строжайше осуждаем совместное посещение президентов Турции и Азербайджана 15-го армянского культурно-исторического центра Арцаха города Шуши, находящегося под азербайджанской оккупацией, как очевидную провокацию против региональной мира и безопасности. То есть, внимание, это не фейк. Это вот я читаю, я это вижу на сайте Министерства иностранных дел Республики Армения. Эти слова, то есть получается, что Армения, член ООН, государство, член ООН не признает Шушу азербайджанской территорией. И считает эту территорию Азербайджана, которую все на земле страны признают территорией Азербайджана, оккупированной территорией. Мы видим внутри армянского общества невероятный раскол. Я ничего подобного никогда не встречал. Это ставит вопрос вообще о том, а с кем мы имеем дело, когда мы беседуем с Арменией. Имеем мы дело с разного рода лоббистскими группировками, которые говорят от имени армянского народа и его национальных интересов. Вот Ливон Тарпетросян понятный человек. А кто вот это? Азербайджанцы комментируют это так. Слушайте, у вас министра иностранных дел нет. Поэтому те, кто написал это заявление, как они готовы отвечать? Примечательно, что к этому ощущению предшествовало уничтожение религиозно-исторической культуры наследия коренного армянского населения, насильственного перемещения. Это как раз азербайджанское культурное наследие, как мы видели, было уничтожено в Агдаме, в Гадруте, в других местах. Поэтому мне кажется, что вот эти строки, я читаю, я просто не понимаю, как из этого вылезать. Кроме того, что в Армении наконец-то должна сформироваться власть, национально действующая в интересах именно государства Армения. Не армянство в целом, а именно государство, члены ООН, кавказского государства, прекрасного государства Армения, населенного прекрасным народом, трудолюбивым, умным, талантливым, тонким, изысканным, древним. Ну все комплименты могу сказать, только я прошу, придите в рассудок. Откройте границы с Турцией, откройте границы с Азербайджаном, восстановите армянские церкви в Карабахе, которые вы считаете оскверненными, разрушенными. Пришлите туда священников. Я вас уверяю, что президент Азербайджана, президент Турции будут счастливы быть гарантами для тех армянских священников, которые захотят вернуться в эти армянские монастыри и церкви. Ну почему вы этого не делаете, армяне? Ну почему мы видим вот эти вот слова безумия буквально, когда вы выступаете против международного права, это делается не маргинальными блогерами. Я тут смотрел армянские разные видео, как там говорит, мы, говорят, там одна какая-то женщина, которая обладает себя философом, говорит, мы должны взорвать атомную электростанцию, пусть пропадем мы и пропадем весь мир. Это человек, да, мы должны, говорит интервьюер, ее там принимает это, понимаете, на веру тоже. Когда это кончится? Когда эта шизофрения, безумие кончится? Когда, наконец, мы перейдем к нормальным отношениям? Я считаю, что декларация, Шушинская декларация Эрдогана и Аалиева, это важный сигнал разумным силам в Армении. Я лично хотел бы увидеть, как президент Армении встречается с президентом Турции, президентом Азербайджана, президентом России в Шуше, потом могут переместиться в Ханкинди или Степанакерт, как его называют армяне, понимаете, там и так далее. Но потом я хотел бы дожить до того момента, когда можно сесть на машине в Ереване и проехать в Баку, чтобы искупаться в Каспийском море. Но как вот можно вот с этим думать, мечтать об этом?